Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Диабло, проходить дополнение Женец Душ, и давайте пойдем дальше по квестам. Субтитры сделал DimaTorzok Суровые, такие мобы. Наверное, мне не нравится, как звук все-таки настроен. Давайте я сейчас быстренько поставлю все-таки громкость повыше еще, да, вот так вот, не знаю, на все остальное поставлю пониже. Фоновые звуки, музыку и прочую ерунду, ну потому что я хочу слушать диалоги, ну хоть они и не самые главные в этой игре, но все же. Хочется нормальных диалогов послушать. Так, белые шмотки я в принципе брать не буду, чтобы меньше в город ходить, да, возвращаться, разбирать их. Старый склад контрабандиста. Атаки становятся все сильнее. Скоро они доберутся до выживших. Новый тип монстров, жнецы. Ну да, как категория. Почему не могу, все. Бит жнецов нападающих. Ну запроста. Еще на шаг ближе. Вроде всех убил. За этой дверью жители города. Я не открою ее до тех пор, пока будет жив хоть один жнец. Все, открывай. Поблизости обустроен лагерь для уцелевших. Отведи всех туда. А, отлично. Мы выполнили квест так быстро. Так, как-то простенько. Окей, ну это дополнительный квест был все-таки. Даже портал на такой маленькой локации есть этот камень возвращения, как ни странно. Окей, поскакали дальше себя потихонечку. Всю локацию я исследовать, конечно же, не буду, потому что локации здесь... Ну, они не рандомно генерятся, но на самом деле расположение основных там точек, да, заданий, они могут быть рандомными. Ну, дополнительные задания. Карты здесь по большому счету статичны. Но исследовать их полностью смысла по большому счету нет. Ну, если, конечно, хочется там опыта дополнительного набрать и так далее, тогда да. А мне пока что хочется побыстрее пройти именно по сюжету. Поэтому мы будем просто бегать и взрывать гнецов. Все тут гнецы, куда ни глянем. Так. Понятно. Нам, короче, не сюда надо было. Возвращаемся. Коняшка, конечно, мне очень-очень нравится. Жалко, что у нее такое долгое время восстановления. Ну, конечно же, если бы время восстановления было бы меньше, то... Было бы, наверное, нечестно по отношению к другим персонажам, у которых такого нету даже. Хотя, по-моему, у всех есть какие-то скиллы, которые позволяют там... Или телепортироваться, или как-то, ну... Ускоряться, да, что-нибудь типа того, или там, прыгать, как у варвара. Мне понравилось, на самом деле, у охотника... На демонов довольно интересный этот скилл. Так, по-моему, звук такой, как будто бы на время. Блин, там дверь была, я не заметил. Не помню, как называется этот скилл охотника на демонов, который... Перекат он делает, и плюс, если взять еще пассивку, то... После переката время... Некоторое время еще и скоростью... Блин, это гады. Экзорцисты, блин, вообще. Король Юстиниан, наверное, давно сбежал из города. Пора поднять восстание. Хуже времени для междоусобицы вы придумать не могли. Но это наш единственный шанс сбросить с себя королевское Ермоку. Это речь изменника. Следи за языком, горожанин. Впервые встретившись с Воскресителем, я подумал было, что легко его одолею. Но по мгновению его руки земля начала светиться. Из этого призрачного сияния восстали скелеты людей и животных и ринулись на меня. Я не готов. Готов? Вот, теперь готов. Нравится мне скинь хромовника. Все время хромовником его хочу назвать. У крестоносца. И взрыв вот этого тоже такой сочный. Но это еще не конец. Король не оправдал наших ожиданий. Если не веришь моим словам, вот почему... Я слишком устал. Как ты мог покинуть меня, брат? Какой из меня король? Знать хочет заставить меня плясать под свою дудку, грозя мятежом. Она тут же отвернется от меня, если я перестану держать крестьян в узде. Мое положение безнадежно. Печальное событие. Печальный король вообще какой-то такой. Так. Ой. Что-то начал немного подлагивать. Вообще у меня, конечно, видеокарта ужасно жужжит. Греется. Сейчас еще и на улице. У нас довольно-таки жарко сегодня вообще. И, да, мне ее немного. Жаль. Главное, чтобы не сгорело. У меня даже системник открыл немного. Потому что реально страшно за нее. Иногда, когда такие замесы идут суровые, особенно когда, вот, если играть в мультиплеере с кем-то, я постоянно с рандомами бегаю, то это просто и тормозит все, и реальная видеокарта просто напрягается ужасно. Поэтому пока что я решил, во-первых, да, и новое DLC, DLC, говорю, дополнение с этими DLC братскими. Новое дополнение, все-таки новые сложности, новые проблемы, новые боссы, да, может быть, какие-то новые атаки, там, отражения ударов. То есть нужно это все попробовать будет потихонечку самому в соло. Мне кажется, так будет правильно. Ну, как для хардкор. Конечно, если на софткоре играть, то можно сразу запрягаться большой толпой и идти заливать всех трупами. Терпение. Рано или поздно все поумирают. Так, да, когда-то. Когда не было вот режима настройки сложностей таких, да, гибких, скажем так, когда была одна сложность. Ну, собственно, были... Я же просила вас уйти. Эти монстры превратили меня в одну из них. Я... Было три сложности, да, и вот когда на третьей сложности играешь на максимальном уровне, там просто реально... Просто идет заливание трупами мобов, забрасывание своими трупами. Ну, кстати, амулетик. Ангелы и их чудовища убивают всех подряд. А что будет со мной, когда они узнают обо мне всю правду? О том, как моя мать выжила во время того нападения демонов? Страшно даже думать об этом. Сурок опыта. Это не для меня. Не для тебя? А для кого? Для негодяя. Так, когда герой оглушает противника, он призывает темное отражение. Этот эффект срабатывает не чаще, чем раз в 30 секунд. Хм... Интересно. Ну, амулет реально даже лучше, чем мой теперешний, да, и плюс еще можно вставить в него... Я этот вот как раз с моим спутнику дам. Камень вставлять я спутнику не буду, а себе надо будет вставить. Надо будет вставить... Сомнение в делах твоего ордена не уменьшили твою страсть. Скорости ботинки не дают, поэтому я их брать тоже не буду. Так, кстати, камень я, наверное... Огонь битвы у меня в крови. Ладно, потом вставлю камень, когда в город вернусь. Сейчас, я думаю, это не столь принципиально так. Хотел коняшку включить, включим другую обилку. Вот, это уже... Похоже на то, что мы подходим к точке назначения нашей, нашего квеста. По мини-карте стрелочка показывает, что нам туда. Мне не хватает гнева. Коня, получается, я себе поставил с руной, которая восстанавливает жизни. Я не нашел ботель, вставай. 10% от максимального запаса здоровья восстанавливает, когда мы называем коняшку. Слишком много людей. Слишком много людей здесь. Эта дева смерти управляет горнилом душ. Она должна умереть. Деве смерти не место в нашем мире. Поможем ей вернуться домой. Поможем за простоту. Так. Что-то у нас еще два, как я понимаю, да? Две кучи... Кучи трупов. Там, ну, с той стороны вроде нет. Да брушатся на тебя силы тьмы смертной. Да брушатся на тебя силы света. Дева смерти. Так, хорошо. Уделали очередную делу. Но она так тулила неплохо, на самом деле. У меня что-то с выживаемостью тяжко. Я знаю, что ты пребудешь вовремя и спасешь меня. О! Откуда? Я Мирьям Язия. Гадалка из народа Вечен. Я предвидела нашу встречу. Но не этот. А вот ты гадалка. Я пришла помочь тебе. Осталось последнее гарнило. Уничтожь его, и девы не создадут новых. Не будем терять время. Нам надо торопиться. Пошли. Гадалка, получается, это очередной крафтер, скажем так, наш. Прямо уткнулся в это. Молтай. Он следит за тобой. Побывав в санктуарии, я преисполнился отвращения к людям. И когда я наконец нашел Молтайля... Тебе следует быть в лагере. Не договорились. Ага, я слышал, что ты в городе герой. И как всегда подоспел вовремя. Сейчас будет драка. Так. Будьте покойны, новое событие. Готовьтесь. Я знаю этих негодяев. Сейчас они приведут подкрепление. Я не готов. Мы хорошенько их разозлили, правда? Отлично. Мне нравится, как лучники мои себя показывают, проявляют. И по-прежнему не победим, друг мой. Еще увидимся. Отлично. Еще немного денег. Еще немного опыта. Так. Открыт портал. Не сейчас. Я думаю, что нам куда-то туда. Меня ничто не остановит. Лапчик. Серафим возник словно из ниоткуда. Груда вздувшейся плоти, которая бесшумно парила над землей. Когда я наконец-то его заметил, то уже не смог сдвинуться с места. Меня парализовал кошмар происходящим. Я опустил голову и увидел, что вокруг моих ног обвели щупальца темной энергии. Только тогда я осознал, что меня удерживает на месте не ужас, а магия Серафима. Короче, тела тут взрываются какие-то. И из них мыши летучие вылетают. Прикольно. Но нам куда-то я на какое-то кладбище забрел. Главное, горнило душ на площади кладбища. Может, правильно, все. Я не готов. Может быть, где-то там. Так, сейчас сундучок еще глянем. Хотя шмотки тут собирать смысл особого нету, конечно же. Ну, мало ли. Терпение. Мне не хватает гнева. Так. Ну, конечно. А можно, по-моему, сладить сканя, если кликнуть еще раз по нему. А может, нельзя. Мне нужно больше гнева. Не помню. Ух ты. Ух ты, псы какие. Вам не повезло. Псы с билетом. Так. Где тут главная площадь? Да, это все кладбище. Это хорошо. Хотя, кстати, защита неинтересна. Да проклянет вас свет! Не сейчас. Ну, и где же главная горнила? Терпение. Терпение. Вроде нет, тоже, да? Так, ну, вроде нет. Не сейчас. Здесь идем, значит, дальше. Давайте светилища защиту все-таки возьмем. Оно, светится вот отлично. Оно, светится вот отлично. Добрались. Добрались. Наконец-то. Я не готов. Площадь кладбища. Ты так живописно расправляешься с прислужниками смерти. Люба дорого смотреть. Не обращай на меня внимания. Я пока тут постою. Мудрое решение. Веселая бабулька. Так, взрываем сразу. Не сейчас. Каратель суровый. Так, что у нас там еще есть, да? Соберем их кучкой. Пусть бегут ко мне сюда, да? А пока я... Может быть даже... Быстрее будет. К тому времени, как мы поубиваем... Уничтожим вот эти горы трупов. Я думаю, у нас как раз восстановится уже у меня. Так, хорошо. Я не готов. И добиваем. Отлично. Все. Окей. И теперь, как я понимаю, гадалка у нас будет, да? Что это за звук? Это был Урзаэль. Кто такой Урзаэль? Урзаэль? Это ангел, который командует армиями Молтаэля в этом городе. И кажется, ты его разозлил. Хорошо. Теперь вернемся в убежище к Тироэлю. Возможно, он уже что-то узнал. Я возвращаюсь в город. Так, гадалка. Где гадалка теперь будет у нас? Может быть, вот там. Так, победа неповиновения. Отлично. За квесты нам теперь дают иногда шмотки. Могут дать как золотые, так и обычные какие-то синие, никому не нужные. Смотри, осколок начал меняться. Это Молтаэль как-то изменяет Камень Души. Верно. Он поглощал души в Вестмарше, чтобы приступить к изменению Камня. Но я все еще не понимаю, зачем это ему. Он же убивает всех. Что тут еще понимать? Чтобы остановить Молтаэля, мы должны предвидеть его действия. А для этого надо знать его планы. Урзаэль сделал это, чтобы собрать оставшиеся души в Вестмарше. Урзаэль. Ему пора умереть. Где он? Я увидела лишь, что он находится в некой башне в Вестмарше. И еще он очень зол на тебя. Перед тем, как отправиться за его головой, подойди к моей повозке. Я могу зачаровать что-нибудь из твоей экипировки. Так, а где твоя повозка? А, вот, все, вижу, вижу, вижу. Отлично. Так, давайте сейчас мы немножечко почистим инвентарь и посмотрим, что представляет из себя гадалка. Так. Все к чертям. Ломаем, разбираем. Ничего интересного пока что я тут не имею, это и смысла пока что. Там в этом шмоте нет никакого. Так. Окей. А ну-ка, гадалка, нагадай-ка мне что-нибудь. Наложение чар. Трансмагрификация. Чтобы увидеть доступные варианты внешнего вида предмета и выбрать нужный, поместите предмет сюда. Ну, допустим. Ага. То есть... О-о-о. А, это то, что... Какие вещи у меня есть, получается, да? Из тех, которые у меня есть. Корона Леорика у меня. Вот эта вот шапка у моего варвара есть. Вот это, конечно, забавный такой вид у него. Получается, ну, прям... Прям крестоносец. Так. Ну, деньги тратить... Как-то... Чё-то... Я не горю желанием. А, хотя, смотрите. Можно плечики такие сделать. Ему очень хорошо в таких плечах. Ну, это там у магов моих, наверное, какие-то такие плечи. А вот эта... А, это в сумке те, которые лежат, наверное, даже. Ну, в этом, в моем инвентаре. Плечи такие-то, я не пожалею. Это просто мы меняем внешний вид. Если кто не знает, если кто не играл в World of Warcraft в последние, там, пару лет, я уже не помню, сколько, когда эту трансмагрификацию ввели. То это просто изменение внешнего вида. Вот. Теперь у меня плечики выглядят очень сурово, конечно. Так, хорошо. А что ещё у нас есть? Ну, шлем. Шлем, ладно, пусть будет. Ну, куртки, конечно, не ахти такие. Ботинки. Ну, ладно, это, короче, мелочи. Так, обучение. Опыт. Что даёт? Новые схемы трансмагрификации. А, даже так. Можно зачаровать оружие. Гадалка может изменить ненужное свойство редкого или легендарного предмета на новое случайное свойство. На новое случайное свойство. Изменять свойство предмета можно неограниченное число раз, но для этого придётся каждый раз платить гадалке за её услуги. А, давайте мы её улучшим. Зачаровать обувь. Наплечники, наруч, перчатки, бла-бла-бла, пояс, амулет, нагрудный доспех. Есть. До 10-го левела мы её вкачали. До 11-го опять же не можем. Хорошо. А ну-ка, давайте теперь тогда посмотрим, что нам... Короче, это полностью все шмотки, да? Ух ты, ёлки-палки. Сколько всего интересного-то. Покрасить в белый цвет такой капюшончик будет выглядеть весьма-весьма. То есть это не только те, которые... А, или может быть... Ну, вот эти, которые легендарки, это те, которые у меня точно есть. Это я знаю. А все остальные вот эти вот предметы у меня их, конечно же, не было. По-моему, сюда подходит, да? Вот этот вот шлем. Блин, ну, конечно, здорово. Здорово. Давайте посмотрим, плечи какие ещё есть. Так, это всё неинтересно. Не очень, что-то не очень. Не очень. Не очень. Ну, короче, не очень. Ладно. Допустим, так, я хочу... Что я хочу? Где у меня есть ненужные свойства? Кстати, я хотел... У меня ненужных свойств тут нету. А вот тут вот, допустим, есть. 24 дополнительного опыта. Прикольно. Наверняка кому-нибудь нужна наша помощь. Давайте-ка... Ах, гадина, не может зачаровывать. Может только найти, да, как я понимаю, на основные пока что. Ну, нужно прокачать ещё на левел, тогда сможем зачаровать. А ну-ка, плечики. Щелкните здесь левой клавишей, чтобы увидеть все возможные свойства для данной ячейки. Сопротивление молнии. Я, допустим, не хочу. Может получиться что-то из этого, как я понимаю. Золото, атака. Ну, 4000. Давайте сопротивление молнии поменяем. Он станет персональным. А он сейчас не персональный? Да ради бога. Так, и... А сейчас я выбираю, получается, да? Я до огню или к молнии выбрать. Я выбираю одной. А, нам даже на выбор дают. Прикольно. Ну, допустим, мне не понравилось ни то, ни другое. И я еще раз хочу изменить сопротивление огню. Радиус поднятия сфер. Ну, это неинтересно тоже. Давайте я еще разок хочу. Тайная магия автоматического поднятия. Блин, ну, не круто, не круто. А, еще мы тратим реагенты на это дело. Так, ну, мне все это не нравится. Ладно, все. Короче, не буду мучать. Тем более, ну, да, просто тратить деньги и выкидывать реагенты на ветер. Но я уже понял, как это дело работает. Довольно интересно. Давайте попробуем сопротивление яда здесь убрать. Ох, дорого, дорого. Ладно, все. Все, я забил. Дорого, конечно же, дорого. Ничего тут не поделать. Ладно, потопали дальше. Что там у нас? Следующее задание. Отправиться в верхний Вестмарш. Найти башню Корелана. Так. И убить дев пламени. Кстати, вот одна уже дева пламени у нас померла совершенно так, неожиданно. И еще нужно убить таких двоих. Так, будем заходить, конечно же, в эти здания небольшие, рандомные, да? Ага. Ну или большие, но тоже рандомные. Это кто у нас такой был? Какой-то уборотень, наверное. Терпение. Не нравится мне все это. Мне не хватает гнева. Не сейчас. Я не готов. Отлично. Взорвал обоих. Ну, бьют, конечно, так неслабо. Это учитывая то, что нас еще и лечит Промолнив, да? Я выполню свою миссию. Довольно-таки неслабо. Бьют, ребята. И это, да, только у меня. Ну, в принципе, что я шмотка невалимая. По большому счету старый. Много вещей еще там на 20-е левела на мне одета, я уверен. Терпение. Мне не хватает гнева. Людей убивают тех, которые, да? Пятый, четвертый Торминт фармили. До этого обновления. Так, музычка у нас приятная такая играет. Умрите и побыстрее. Я не готов. Что-то тут такие крысиные туннели. Мне нужно больше гнева. Всех взрывать. Нужно всех взрывать. Так. На коняшку и поскакали. Дверь закрылась. Терпение. Так. Тут ничего интересного нету. Но опыт мы-то получаем, да? Самое главное. Убежал, гадина. Ну, куда ты уходишь? Ну, постой. Хоть немного. Не сейчас. О, сейчас лучше. Ну, пока. Мне не хватает гнева. Апалит вас. Так, ну, этих я не буду убивать по себе. Стреляют туда, куда хотят. Я поскочу себе дальше. Костяной склеп, также известный как чумные катакомбы, ранее использовали для захоронения бедняков Вестмарша. Но во время эпидемии чумы городские власти также решили свозить туда трупы умерших от болезней, иначе и улицы были бы завалены мертвецами. Это? Здесь, по идее, на втором уровне должен быть еще и сундук. Большой такой сочный смирь. Мне нужно больше гнева. Я не готов. Яростный фантазм. Нету больше яростного фантазма. Тупички адские. Так. О, о, вот это сундук, хороший сундук. Открываем, да, и новое событие, это, короче, в новом дополнении такие новые события ввели. То есть нам за определенное время нужно убить 100 монстров. Я не знаю, сейчас получится у меня или не получится, но если мы убиваем сотню, то у нас будет 2 сундука, а не 1. Мне не хватает гнева. Я уже не успеваю. Я уже не успеваю. похоже. Конечно, они сейчас будут больше и больше спавниться. И убивать их станет легче. Как вам такое? 93, 94. Есть. Сотенку мы убили. Отлично. Теперь мы получим 2 сундука вместо 1. Это классные места. Можно здесь рандомное событие, опять же, но неплохо и опыта идет здесь. И может быть, какие-то интересные вещи выпадут. Но, но, это не наш случай. 106 монстров мы убили. Так, хорошо. Мир Диабло. В принципе, мы сражаемся на стороне неплохая. Мы не можем... Награда за путешествие по крысинам катакомбу. Умирают так же легко, как и те, кто встал из-за в сторону зла. Сражайся так, как будто на нервение последнего. Право-влево там тоже ответвление есть. там что-нибудь интересное есть. Может, там еще сундуки, кстати. Сейчас посмотрим. Тут-то выпуст, короче, понятно. На конячках по коням и уходим отсюда вам. Убивать дальше Дев Пламени. Не сейчас. Так, это... Это не Дев Пламени. Это нам неинтересно. Идем себе дальше. Интересно тоже. Да. С глаз жадный. жадный сглаз. Терпение. И труд все перетрут. Так, хорошо. Есть такое. Убили. Победа! Очередного элитного монстра. Кстати, вот Дева Пламени. Я не готов. Взорвем Деву Пламени мы сейчас быстренько. У нее коса такая сочная. Так, все, уходим. Искать следующую. Мне не хватает гнева. Не сейчас. Может быть, как раз в этой серии добьем быстренько еще уровень и закончим на этом, наверное. сейчас уже сколько полчаса видео идет. Я не готов. Так, быстренько, значит. Это у нас тут что-то. Дополнительная задача. Да, это мы можем сейчас сразу в башню перейти, а можем еще Деву Пламени одну убить, да? Где-то найти и убить. Но где ее искать? Может быть, я ее где-то в самом начале пропустил, да? Или там вообще в другой стороне карты. Терпение. Запросто такое может быть. Как вам это? Плечи, конечно, суровые я себе такие сделал. Не сейчас. А может, она там внутри, кстати? Сейчас посмотрим. Не убью Деву Пламени, иначе не убью. Ну, ничего. Призраки и всякая нечисть. получено достижение. Фиг с ним. Мой повелитель уже начал изменять черный камень души. Это у него пушка. Теперь ты его не остановишь. Вот это у него пушка. Вскоре поражение демонов вроде тебя исчезнут навсегда. Время слов прошло. Он такой, конечно, да, толстый. Пока что самый сильный. сгинуть в огне. А. Терпение. Пока что самый такой плотный босс, которого я увидел. ух, я еще и чуть не умер. Я еще и чуть не умер, между прочим. Тут с каждым уровнем то все сложнее и сложнее становится. Между прочим, может быть, если шмоток интересных никаких не найдут, то может быть, придется уровень сложности даже понизить. потому что я реально чуть только что не умер. Так, хорошо, я теперь знаю, что от твоей большой пушки лучше отходить подальше. все, давай, 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 давай. И вспыхнет пламя. И что мы получили? Земля под ногами горит. Нефалем, я положу конец противостоянию. Смерти все обретут покой. Малтаэль, наш разговор еще не закончен. Окей, вернуться в лагерь. Хорошо. Я возвращаюсь в город. Что нам скажет сейчас Тироэль? Урзаэль мертв. Теперь солдатам Тариона будет не сложно прикончить оставшихся без командования Жнецов. Ты только что спас Вестмарш, друг мой. Но мы все еще не знаем, зачем Малтаэлю нужен черный камень души. Его сил растет с каждой секундой, а наше время кончается. Это странная женщина, которую ты привел. Считает, что может тебе помочь. Она настойчиво просила передать тебе, что ли? Мы настойчиво с ней поговорим. Я знаю, как найти Малтаэлю, но тебе не понравится то, что я скажу. Рассказывай. Есть только один человек, который знает, как найти Малтаэлю. Она ждет тебя на кровавом болоте, и вы знакомы. Это Адрия. 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 Так, хорошо, ребят, на этом я серию заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Мы продолжим уже следующей серии. Давайте мы посмотрим по карте. У нас еще, как я понимаю, раз, два, три, четыре, да, еще, короче, много. Я думаю, локаций впереди. Ну, в следующей серии мы отправимся с вами в кровавые болота. Всем спасибо за просмотр. Всем пока и увидимся в следующей серии.